Кратко о винограде Багун гибрид винограда двух совершенно различных виноградных сортов, которая произошла от скрещивания сортов Тайра и Кардинала. Этот сорт считается ранним относительно, поскольку обычно созревает в течение 145 суток. Куст растения сильно рослый с большими листьями. Назначение сорта столовой сахаристость сорта 16% Форма грозди цилиндра коническая Вес грозди 400-600 граммов Вес ягод 7-8 граммов Цвет ягод красно-коричневый Грузди ягод вырастают большими, масса достигает до 400-600 граммов, плотные, иногда рыхлые. Ягоды крупные, имеют форму яйца, оттенок коричневый, красно-коричневый, кожица упругая, мякоть сочная. Вместительность сахара в ягоде – 16%. Также при большой влажности, плоды трескаются. На кусте больше половины побегов получаются плодоносными. Урожай каждый год стабильный, хороший. Сорт устойчив даже к сильным морозам, однако не очень устойчив к гнили. Когда делаете обрезку, то старайтесь оставлять на побеге по 12 глазков, на каждом кусте до 50. Слабо устойчив к заболеваниям. Багун, святолюбив, требует особого внимания и высадки на определенных почвах. Застой воды не переносит. Близкого расположения грунтовых вод тоже. Садить растение можно осенью или весной. Яма должна быть неглубокой, примерно до 60 сантиметров в глубину и вширь. Расстояние между лунками должно составлять 1 метр. Перед тем как садить виноград, его необходимо окунуть в специальный раствор – болтушка. Раствор можно приготовить самому. Надо смешать 10 л воды и 400 граммов глины, 200 граммов хлорофаса – 12%, 200 граммов железного купороса. Кроме этого, нужно сделать дренаж из кирпичей, песка. Слой должен составлять от 1 до 20 сантиметров. Уход должен быть особенный. В начале июня виноград можно подкармливать. Для подкормки нужно приготовить раствор. Добавьте в 10 л воды 40-й год мочевины, 80-й год суперфосфата и 30-й год хлористого калия. Разведите. Если растение слабое, то можно сделать другую подкормку. 15-й год мочевины или аммиачной селитры смешивают в воде до полного растворения. Вода необходима 10 л. Кроме подкормки, не забывайте о поливе растения, ведь оно любит влагу. Багунь имеет сильные корни, может выдерживать большую температуру, но про полив забывать не стоит. Достаточно поливать 1 раз в месяц по 5 л. Если в вашем регионе наблюдаются частые дожди, то поливать растения не обязательно. Кроме всего сказанного, сорт Багунь необходимо рыхлить, мульчировать. Такое нужно сделать почти сразу после посадки. Замульчировка делается торфом, землей, ее слой составляет 5-7 см. Рыхлить можно при прополке сорняков. Обрезать Багунь следует сначала и болезнь любого растения, это очень большая проблема, так как если не оказывать ему должного ухода, однако у виноградаря эта проблема не просто отсутствие урожая, но зачастую упущение выгод промышленных масштабов. Так как этот сорт капризен, то он достаточно неустойчив к характерным для винограда заболеваниям. Особенно важно помнить о двух из них. Милдью, ложная роса, очень неприятная болезнь для виноградарей, распространена довольно широко. Возбудителем считают грибок. Обитает на живых тканях, обычно поражает листья и зеленые побеги. Грибок опасен тем, что может переносить мороз и жару. Узнать заболевание можно по желтым пятнам. Аидиум, грибок, который живет в тканях, проявляется в виде налета, плесени. Он может запросто уничтожить весь урожай. Борьба с ними требует применения традиционных средств. Как видите, багун довольно хороший виноград, но требует пристального и особого ухода за ним. Поэтому, если хотите разводить этот сорт дальше, то придерживайтесь советов по уходу и выращиванию до конца летнего периода. Но обрезают только на 2-3 почки, большие плети на 1 треть длины. Также повязывайте ветки растения, ведь оно быстро растет, формируя корону. Ближе к зимнему периоду лиана снимите с опоры, утепляйте торфом, листьями. Иногда подсыпают сухую землю, слой до 10 см.